Мы на связи. Давайте дадим еще пару минут всем подсоединиться. Всем добрый день. Очень рады вас видеть и слышать на нашем вебинаре. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим про сайт Reflame и оптимизацию, которая скоро грядет. С вами сегодня я, Руслан Корчагин, IT-директор России СНГ. И мне тоже помогают мои коллеги. Мария Швец, директор онлайн СНГ и менеджер по внутренним операциям Александр Дроголь. Мы вам тогда сейчас покажем, расскажем про изменения, которые грядут на сайте. Сначала покажем вам слайдики и потом покажем также вам рабочий сайт, как это будет выглядеть. Окей, надеюсь, меня хорошо слышно. И мы начинаем. Хорошо. Сайт Reflame и его грядущая оптимизация. Сейчас мы посмотрим. Слайдики немножечко опаздывают. Самое малость давайте подождем, пока не прогрузится. Хорошо. Отлично. Наш текущий с вами сайт сейчас, Reflame, это довольно большая система. Если посмотреть статистику по данным нашего сайта в течение последних нескольких лет, то становится ясно, что у нас есть масса поводов гордиться уже текущим сайтом, который мы знаем и любим, уже пользуемся много-много лет. Сайт, количество пользователей и объемы продаж сейчас тут постоянно. И они уже просто исчисляются миллионы. Вы видите очень-очень серьезные цифры на нашем сайте по его использованию. Если посмотреть немножечко назад, в перспективе, то мы видим, что, например, с 2008 года использование сайта у нас растет постоянно. Только вы думаете, почти на 300% у нас выросло использование сайта. Видим картинку. И за это время индустрия онлайн-продаж тоже стояла на месте. И наши пользователи становятся все более и более требовательными к качеству обслуживания онлайн, как сайт работает, как он выглядит. И именно эти факторы увеличения нагрузки и требования всяческие по улучшению, они заставляют нас постоянно задумываться о том, как мы можем улучшить, оптимизировать наш сайт. И когда мы думаем о том, что же нам лучше оптимизировать, можно также еще заметить, что текущая система у нас работает достаточно уже давно, но, да, сначала 2000-х годов, и наша текущая система принятия заказов, она была в первую очередь создана, конечно, для поддержки работы, скорее, операторов, чем сайта, которые работали у нас в офисе. Но сейчас нам ситуация изменилась кардинально, и нам нужно поддерживать работу сайта для сотен тысяч пользователей нашего сайта. И, ну, текущая система, несмотря на то, что она работает прекрасно и в закрытии, и в открытии, ну, каждый день сталкиваемся с какими-то там определенными неудобствами, да, это и дополнительные какие-то вызовы, в смысле, там, во время регистрации, да, и нужно выбирать пункт обслуживания, это тоже, ну, не всегда бывает удобно, если, ну, некоторые странички могут немножечко заставлять нас ждать, да, особенно во время закрытия, когда очень много у нас заказов оформляется, и, ну, и также некоторые элементы просто, может быть, не очень там понятны, особенно новичкам, и, ну, и требуется помощь новичкам в оформлении заказа на нашем сайте. И именно эти вещи мы в первую очередь на них смотрим, и мы хотим их обновить, улучшить, и это то, что мы сегодня вам и представляем, да, и это новый процесс оформления заказа, который основан на самых последних новейших технологиях, которые только есть сейчас в мире, и, ну, основные элементы этого улучшения, основные элементы сайта улучшенного, это, во-первых, это оптимизация работы под мобильным устройством, сайт будет прекрасно работать на любых устройствах, какие только можно, iPad, iPhone, Android, все что угодно, более удобная работа с заказами, мы поработали, переработали интерфейс, чтобы он стал более понятным, более логичным, сейчас мы его с вами посмотрим, подписки переработаны, и акции, предложения всегда на виду, гораздо понятнее, как всем этим пользоваться. И в целом, разумеется, очень много сил потрачено на то, чтобы был быстрее и стабильнее у нас работала вся система. Хорошо. Давайте посмотрим чуть более детально оформление заказа, как я уже сказал, то, что мы меняем в основном. И, во-первых, теперь процесс оформления заказа, он разбит на пять более коротких и более понятных, логических шагов оформления заказа. Видите их здесь сверху на экране. Корзина, спецпредложения, выбор доставки, выбор оплаты и сохранение заказа. Что еще интересного? Мы ввели на первом шаге оформления заказа в корзине, в левой верхней части мы ввели форму быстрого заказа, как сейчас видно на экране. Вбиваешь коды продукции, можно очень быстро добавить и удобно. Здесь, как сказать, нечего. Быстрая форма заказа, очень действительно быстро и удобно работает, нам очень нравится. Продукты в наборе тоже можно посмотреть. Было много комментариев и предложений по этому поводу. Сейчас появилась у нас кнопочка, в случае, если это набор, появилась кнопочка «Раскрыть и посмотреть компоненты набора». Вот как система сейчас показывает на слайде, видно, что у нас находится в наборе. Как уже говорил, для мобильных систем и мобильных устройств сайт оптимизирован, поэтому неважно, какой размер экрана, интерфейс масштабируется, и он все равно очень удобный для работы. Интерфейс выбора, способа доставки тоже переработан, он стал более понятен, более логичен. Мы добавляем тоже карту, здесь будет Яндекс карта, можно будет выбирать пункты доставки, очень удобно и легко. Нам тоже очень нравится этот элемент. Способы оплаты тоже переделаны, более понятно, более красиво, более удобно пользоваться. Чуть отстают слайды, я боюсь, забегая вперед. Так, и очень важная, очень классная штука, которой мы очень гордимся, сейчас слайд прогрузится, это результаты работы акций сразу же, на первом шаге заказа. Ребята, то есть по мере наполнения заказа, по мере добавления продуктов, система сразу пересчитывает и учитывает все акции, предложения, скидки, добавляет сюда. Сразу, моментально это все быстро рассчитывает и показывает. Демонстрация результата работы показывается сразу же. Сейчас, потому что я напомню, нужно кликать, нужно ходить вперед назад, обновлять корзину, она может думать немножечко в этот момент. Сейчас все работает сразу, это вообще суперская тема, мы очень довольны тем, как это работает. Что еще? В истории заказов мы тоже доработали немножечко страничку истории заказов. Сверху, ну, такой типа Excel-ового, такого вида возможности сортировать, да, по разным элементам. И внизу, резюме бизнес-показатели, на текущий момент мы тоже расширили информацию, так что можно всегда посмотреть, что происходит. И, да, возможность отмены заказа, ну, у нас уже есть это с вами в России, в Беларуси. Система просто идет с этой возможностью, поэтому нам хотели ее упомянуть тоже. Хорошо. Так, с корзиной разобрались. Для начала мы вам сейчас еще раз покажем все это дело уже на рабочей системе. Подписки. Тоже было много идей и предложений по поводу улучшения подписок. Так, быстренько, быстренько пройдемся. Значит, во-первых, мы добавили возможность подписаться на продукт прямо из корзины. То есть появляется такой элемент визуальный. Сейчас слайдик прогрузится. Да, здесь не очень хорошо видно, но появляется дополнительная кнопочка. Можно оформить подписку прямо из корзины на продукт. На наш взгляд, очень удобно. И сам интерфейс, страничка управления подпиской тоже переработан, чтобы было более понятнее и более удобно с ней работать, управлять подписками. Второй шаг. Оформление заказа. Про акции и предложения. То есть все получаются предложения вроде стартовой программы и так далее. То есть система учитывает, какие квалификации, во что, в какие программы консультант квалифицировал. И подсказывает сразу, все в одном месте, на второй страничке, на втором шаге оформления заказа подсказывает. Можно очень легко добавить в корзину все, что нужно с этого этапа. Это первый элемент. И второй элемент. Это в самой корзине у нас будут напоминания о всяких приложениях и акциях. То есть система рассчитывает, видит, что происходит с корзиной, с заказом. Если она видит, что заказ находится близко к какой-то акции или к какому-то предложению, тогда система будет подсказывать. Здесь, к несчастью, не очень хорошо видно на экране. Но вот в этом примере эта система видит, что заказ находится всего лишь в 20 баллах бонуса от пример клуба. И она подсказывает, что этим можно воспользоваться. Очень тоже классная штука. Разумеется, это еще не все. И регистрацию тоже мы доделали. Здесь у нас изменений, наверное, не так много по сравнению с оформлением заказов в целом. Система, потому что это новый движок. Это не только изменения интерфейса, но это новый движок. И система в целом работает более быстро и чуть проще стало регистрироваться. Давайте посмотрим быстренько. Случай со самостоятельной регистрацией. Подождем, пока прогрузится. Ага, вот она. Так, самостоятельная регистрация, в принципе, выглядит так же. То есть нужно ввести какие-то персональные данные, которые нужны для того, чтобы зарегистрироваться. И мы доработали адресную часть. И теперь при вводе индекса поля, область, район и город, они автоматически будут заполняться. То есть чуточку быстрее можно будет завершить регистрацию. Активация дальше работает, как сейчас и работает по выбору. SMS или e-mail. Выбираем. И здесь у нас на экране пример. Активация происходит с помощью SMS. Приходит ссылочка с пин-кодом. Кликаем, проходит регистрация. Здесь изменений нет, поэтому не буду останавливаться. E-mail, тоже активация. Все это нам всем с вами знакомо. Давайте-ка я перелистну. Спонсорская регистрация. Здесь есть изменения. Очень важные изменения. Связанные с тем, что усиляются законы о защите персональных данных, о том, как можно регистрацию произвести спонсорскую. В целом, безопасность в интернете усиливается. И новая система просто должна и обязана отвечать этим требованиям и регуляциям, которые есть в интернете. Поэтому теперь, с момента запуска новой системы, спонсорской регистрации будет нельзя указать пароль для новичка. Потому что регуляции требуют, чтобы новичок сам устанавливал себе пароль. Поэтому здесь форма регистрации остается та же самая. Нам пришлось убрать пароль отсюда. И по завершению регистрации система сгенерирует пароль и отправит новичку его. И дальше зависит от способа активации e-mail, sms. То, что спонсор выберет, таким способом и будет доставлен пароль для новичка во время спонсорской регистрации. Еще одна тоже важная вещь, которую хотим обратить ваше внимание. Новая система идет с обновлением профиля. Вот этого личного кабинета, где все настройки наши находятся консультантские. И верификация паспорта, интерфейс верификации паспорта, где мы загружаем сканы паспорта. Она переезжает в другое место. Здесь в настройках профиля будет отдельный такой элемент управления документами. Там будет загрузка документов. И паспорта будет, как обычно, в главной части этого профиля. Если вдруг кто-то, новичок, пытается загрузить скан паспорта без указания номера паспорта, то система тогда подскажет и переведется на вот эту страничку, где нужно указать номер паспорта и после этого загрузить скан. Так выглядит страничка загрузки скана. Будут дополнительные у нас материалы, разумеется, по всем вот этим вот элементам. И по тому, как делать заказ, и по тому, что у нас там теперь с паролем спонсорской регистрации и где у нас теперь находится страничка верификации паспорта. Хорошо. Перед тем, как мы пойдем дальше, я тогда передам слово своему коллеге Александру Дроголю. Мы вам покажем процесс оформления тогда заказа. Мы вам покажем его не на российской пока системе, потому что мы готовим ее к запуску через полтора недели. Вот мы показываем уже вам на работающей системе, на одной из стран, где уже эта система работает. Нет, переключаюсь. Маленький перерыв тогда, 3 секунды. Добрый день, уважаемые консультанты. Сейчас мы с вами посмотрим работу обновленного сайта, который только что говорил Руслан. И посмотрим мы это все на примере живого сайта Украины. Значит, заходим на сайты. Как уже говорил Руслан, теперь совмещена форма быстрого заказа и корзина. Они находятся на одной странице. И добавляя те или иные коды в заказ, мы сразу сможем увидеть отработку акций. Вот давайте попробуем. У нас в этом каталоге есть акция с тушью, на которой надо купить любой код из каталога. И тогда тушь пройдется скидкой. Значит, мы добавляем тушь. И, как видно, сейчас она прошла по полной стоимости. Но как только мы добавим любой код из каталога, вы видите, что стоимость пересчиталась. И теперь видно, что тушь проходит со скидкой. Вот здесь вот так вот можно навести и увидеть, какая конкретно скидка прошла по этому продукту. Также, как уже говорил Руслан, очень удобно посмотреть состав набора. То есть вот мы добавили набор пробников. И можно его раскрыть и посмотреть, какие коды входят в состав этого набора. Давайте посмотрим еще работу, допустим, акции с благотворительностью. Если мы добавим код с определенной страницы, сразу же в заказ добавится код благотворительности. И что очень удобно в новой системе, не надо знать никаких кодов отказа. Можно всю добавленную продукцию, которая автоматически добавляется, удалять просто простым кликом по иконке. Вот вы видите, например, я только что удалил благотворительность. Или, допустим, вы не хотите брать каталог, значит, тогда можно удалить спокойно каталог из добавленной продукции. Давайте посмотрим работу еще одной акции, такой как «Купи два продукта со скидкой». Вот мы добавляем один код продукта. Он проходит по полной стоимости. Но как только мы увеличиваем количество продуктов до двух, это можно сделать, либо кликнув на соответствующий значок, либо просто вписав цифру, вы сразу увидите, что опять-таки стоимость пересчиталась, и можно увидеть, какую скидку мы получили. И еще одна акция с теми же самыми наборами пробников, когда необходимо купить пять наборов, и они проходят со скидкой. Сейчас скидки нету на наборы. Добавляем пять штук, и видно, что наборы проходят со скидкой. Что еще есть на этой первой странице размещения заказа? Есть некая суммарная информация по заказу. Это стоимость до доставки, стоимость самой доставки, общая сумма. Если есть какая-то предоплата, либо же объемная скидка, они также будут указаны в этом блоке, и будет указана общая сумма к оплате. Также можно увидеть общее количество баллов, которые набрали в этом заказе. И если это раскрыть, то можно еще также посмотреть, если у вас есть какие-то групповые баллы, бонусы, их также будет видно здесь. И чуть-чуть ниже также есть секция, называется она «Ваш баланс», в которой можно увидеть такие показатели, как объемная скидка, предоплата, личные баллы, бонусы и групповые баллы, бонусы, до размещения заказа и после размещения заказа. То есть вот вы видите, что до размещения 0, после размещения 25 баллов, которые мы только что набрали в этом заказе. Переходим на следующий шаг. Это можно сделать, либо нажав на кнопку «Далее», либо же просто кликнув сверху на название следующего шага. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что в принципе в любой момент размещения заказа можно передвигаться по шагам в любую сторону, что очень удобно, не надо там последовательно их проходить. То есть в любой момент можно переместиться на любой шаг. На шаге предложения собраны все, так сказать, не каталожные акции. То есть вы видите здесь интернет-предложения. Вот мы можем добавить в заказ. И что очень удобно, видно вот здесь вот справа в суммарной информации сразу видно, как добавился код. И его здесь можно как просто посмотреть, так и в принципе удалить отсюда, если вдруг вы передумали. Не надо идти на первый шаг заказа. Также здесь, если, допустим, вы квалифицировались в премьер-клубе, здесь можно указать код, который пройдет с 50% скидкой. И также можно здесь увидеть этот код и либо оставить его, либо удалить из заказа. Далее мы переходим к следующему шагу. Это доставка. По умолчанию система запоминает последний шаг доставки. Последний пункт доставки. Если вы все время размещаете заказы на одном пункте, то не надо каждый раз указывать. То есть вы просто заходите на этот шаг, удостоверяетесь, что выбрал правильный пункт доставки и переходите дальше. Что удобно, здесь можно выбрать продукт вместо платы за доставку. Причем это можно сделать просто либо нажав на надпись «Выбрать продукты». Либо же если, допустим, вы не знаете или новичок не знает о том, что у нас есть продукт вместо платы за доставку, то при попытке перейти на следующий шаг, нажав кнопку «Продолжить», система автоматически предложит ему выбрать продукт вместо платы за доставку. И можно либо выбрать такой продукт, либо нажать на надпись «Нет, я отказываюсь от такого предложения». Если надо поменять пункт доставки, значит, вот эта карта, о которой мы говорили, здесь можно фильтровать пункты по типу, допустим, показывать только сервисный центр или только СПО, или постаматы. Кроме того, доступен полноформатный поиск. если начать вводить название населенного пункта или название сервисного центра или СПО, то система вам показывает подсказки, да, и вы можете выбрать конкретно тот пункт, который вам нужен. следующий шаг оформления заказа это выбор типа оплаты. Конечно, в разных странах он может быть по-разному, но вот у нас сейчас есть такие типы, как оплата перед получением, оплата банковской картой и кредит. Так как у нас довольно большая сумма заказа сейчас, то кредит недоступен, но в принципе если уменьшить эту сумму, давайте мы посмотрим, как это будет выглядеть. Если уменьшить эту сумму меньше 500 гривен, то, вы видите, становится доступна такая функция, как оплата в кредит. Также хотел обратить ваше внимание на то, что в случае, если предоплата, которая есть на номере, полностью покрывает стоимость заказа, заказа, в таком случае вам не нужно, нет необходимости выбирать какой-либо тип оплаты, просто на шаге оплаты будет написано, что оплата не требуется, то есть вы просто переходите к последнему шагу оформления заказа. и вот он последний шаг, на нем собрана вся суммарная информация по заказу, его можно развернуть, посмотреть, что же в нем есть, кроме того, можно перейти на любой шаг оформления заказа, нажав на иконку карандашика, которая находится возле соответствующей страницы, нажимаем на ваш заказ и попадаем на первый шаг размещения заказа. Если же все с заказом у нас хорошо, значит, мы нажимаем оформить заказ и наш заказ оформлен, и можно после этого в таком отчете, как история заказов, его увидеть, увидеть все необходимое по нему информацию. Вот, это кратко все по процессу размещения заказа, и я передаю слово Руслану. Саша, спасибо большое, очень прекрасная презентация, как всегда, это моя любимая часть этой презентации, потому что очень классно, мне очень нравится интерфейс, и мне очень нравится, как быстро работает система. Хорошо, я вижу много комментариев и вопросов в чате, на всякий случай еще раз упомяну, что мы сегодня обсуждаем с вами смену интерфейса, оформление заказа, и у нас будет более удобный интерфейс, и более простой где-то, будет быстрее он обрабатываться, но мы не меняем никакие правила игры, мы не меняем бизнес, поэтому все вопросы насчет кредитов, предоплат, и так далее, мы просто показывали вам не на России, потому что она еще не готова, и все правила достаются те же самые, они немножечко отличаются в странах стране, но здесь с этой системой, с ведением этой системы изменений в бизнес-правилах нет, мы меняем интерфейс, чтобы он был более удобный, более быстрый, да, значит, едем дальше, практические все вопросы, да, запись вебинара будет, еще один будет вебинар, такой же мы проведем, сейчас мне ребята подскажут, когда, на следующей неделе, 18-го числа мы будем делать в 3 часа дня по московскому времени, так, да, запуск, одновременно мы запускаем Россию и Беларусь 23-го сентября, да, ну, что практически это значит, система новая, большая, да, и мы меняем, естественно, интерфейс, но мы меняем не только интерфейс, да, мы меняем движок весь, да, который обрабатывает принятие заказов, который быстрее работает и который поддерживает мобильное устройство, и нам нужно время для того, чтобы сменить систему, перевести все существующие данные в новую систему, на новый сайт, и протестировать, убедиться в том, что это работает так, как мы ожидали, да, что оно работает правильно, поэтому мы очень просим допланировать ваши заказы регистрации, потому что 22-го числа в субботу в 0 часов, то есть в ночь, с пятницы на субботу, нам придется остановить сайт текущий, остановить прием заказов там, и нам нужно будет время, на 2 дня, для того, чтобы поставить новую систему, полностью ее подготовить, протестировать, запустить. в 9 часов воскресенья, 23-го числа, мы запускаем новую систему. Если мы видим, что система готова раньше, то мы, может быть, запустим ее раньше, то есть мы, но это специально держать не будем, постараемся сделать быстрее, да, но прямо сейчас давай с вами договоримся, что к 9 вечера новая система 23-го числа воскресенья будет уже готова. Значит, вебинар, да, и записи, и материалы, разумеется, значит, вебинар, будет доступен в записи, да, следующий, подобный, такой же вебинар мы сделаем на следующей тоже неделе, если вдруг что-то непонятно. Инструкции, коротенькие видео, как что делать, как кликать, где найти теперь регистрацию, где найти теперь верификацию, да, как именно сделать заказ, как картой пользоваться, это все мы выкладываем на сайт уже сейчас, да, скоро, скоро это будет доступно. большая просьба от нас к вам, ребят, то, что система, ну, мы вам показываем, и видно, что система проще, удобнее, быстрее и так далее, но все-таки система другая, да, она новая, и требуется время для того, чтобы понять, что где, какие кнопки, да, что кликать, поэтому очень просим вас ознакомиться на заранее с новым интерфейсом, посмотреть вебинар еще разок, посмотреть наши все видосы, которые мы запишем, как что пользоваться, освоить, чуть-чуть подготовиться, да, к новой системе, потому что интерфейс классный, новый, нам очень нравится, мы уверены, что разберетесь быстро, но очень вас просим заранее подготовиться, да, и структуру вашу тоже, информировать, и подготовиться, чтобы все были готовы, знали, что куда кликать. Так, много вопросов, много комментариев, большое спасибо за позитивные комментарии, нам тоже очень нравится новая система, на вопросы мы постараемся все ответить, да, но в целом можно также у вас, мы уточнять вопросы, получать ответы, они готовы, и в целом, в целом, это, наверное, все, спасибо большое за внимание, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы запуск прошел успешно, легко, и просто для вас, да, и мы в любом случае вас поддержим. Все, тогда, если что, увидимся, услышимся на следующей неделе, на вопросы постараемся ответить. Спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok